Сегодня в 10-й школе отменены все занятия по моему приказу Деда Мороза и проходит большая квест-ярмарка с маскарадом. Уже один тот факт, что уроки заменены новогодней игрой, привел школьников в особый восторг. А тут еще и Дед Мороз с подарками. Правда, чтобы их получить, требовалось выполнить задание. Назвать пять поэтов. Пять поэтов? Давай. На первом этаже в своей директорской резиденции принимал детей Дед Мороз, а в других аудиториях их ждали разнообразные конкурсы и викторины. За правильный ответ – вознаграждение. Учителя, родители, школьники, все в новогодних костюмах. Вот такой необычный, веселый новогодний урок в 10-й школе. И все, что дети заработали, участвуя в конкурсах, это монеты под названием Морозка, они тут же тратят на сладости и выпечку. Постарались родители. Новогодняя ярмарка получилась богатой на разные вкусности. У нас сегодня ярмарка. Это сделано руками наших родителей умелых. Дети принесли. Этажом выше со школьниками младших классов общалась Снежная королева. Еще выше Снегурочка и совсем не страшный карабас-барабас из золотого ключика Толстого. Под масками и нарядами учителя. Мне, когда я надел этот костюм, сказали, сделай глаза, пострашнее. А то уж совсем долго. В коридорах новогодняя суета, в классах попытка как можно больше заработать Морозка, новую зимнюю валюту. Вопросы и задания самые разные на знании истории, литературы. Этот квест у нас впервые в школе проходит. И я бы хотела, чтобы у нас продолжался всегда, ведь это всегда. Это весело. И очень много людей здесь собралось. Интересно смотреть на людей в разных костюмах. И очень весело. Воспользоваться новинкой, новогодней квест-ярмаркой и проводить познавательно-развлекательные мероприятия в канун Нового года могут все школы города. Праздничный старт в одной уже благополучно дан. Елена Орсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.